11 августа Россия отмечает День физкультурника. Этот праздник могут считать своим как минимум 40% жителей Чуваши, которые занимаются спортом на постоянной основе. Все большую популярность приобретают физические тренировки у людей зрелого возраста. В Чебоксарском центре комплексного обслуживания населения по случаю Дня физкультурника прошел фестиваль. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. В этой старой пионерской речевке кроется целая концепция. Даже легкая физическая нагрузка приносит хорошие результаты. Что уж говорить о регулярных занятиях каким-либо видом спорта. Сегодня их существует великое множество для каждого возраста и пола. Есть и просто общая физическая подготовка, которая помогает держаться в форме. Галина Демидова, например, уже шестой год ходит в спортивную секцию Центра комплексного обслуживания населения. Конечно, первые дни тяжеловато было, но думаю, я все равно не отступлю. Все равно буду ходить, все равно научусь это гимнастике делать. Так и получилось. Вот по сегодняшний день хожу, каждый день, это почти, каждый день хожу. Если один день не приду, мне тут уже душа горит, надо туда идти быстрее. Фестиваль спорта – часть большого проекта «Активное долголетие». Физкультурно-оздоровительные мероприятия в центре посещают не менее ста человек. Это и дыхательная гимнастика, и простая гимнастика, и скандинавская ходьба. Сегодня практически все адепты здорового образа жизни собрались, чтобы продемонстрировать свои достижения. Это мероприятие, прежде всего, направлено на поддержку активности наших пожилых, увеличение продолжительности жизни наших пожилых. То есть они сегодня покажут, как нужно младшему поколению, детям, что с малых лет нужно заниматься спортом, чтобы поддержать. И, конечно, в таком возрасте, 70-летнем, 80-летнем возрасте, как нужно всегда остаться подтянутыми, активными. Будущие первоклассники, которым и показывали примеры взрослые физкультурники, не отставали. Потребность физической активности в этом возрасте огромная. Главное – приучить ребенка к систематическим занятиям, чтобы они стали нормой. Этим социальные работники и займутся в ближайшее время. Для малышей в Центре комплексного обслуживания населения открылась трехнедельная смена. Продолжение следует...